Да, я должен подтвердить, что неоднократно в литературе, главным образом отечественной, встречается информация о том, что применение распространенного антибиотика цефтриаксон чревато тяжелейшими осложнениями вплоть до смерти детей. Да, это правда, это бывает. И это связано прежде всего с тем, что стандартным веществом для разведения цефтриаксона является лидокаин. Именно на лидокаин при его внутримышечном введении возможны смертельно опасные реакции организма, связанные они с влиянием лидокаина на ритм сердца. Логика состоит в том, что необходимо минимизировать использование цефтриаксона, особенно для внутримышечных инъекций. Печаль-то как раз и состоит в том, что в 90 и более процентов случаев внутримышечное введение цефтриаксона, разведенного лидокаином, можно заменить не менее эффективными диспергируемыми таблетками и другими современными эффективными лекарственными формами для приема внутрь. Продолжение следует...